Музыка Лекция номер 3. Дисциплина спортивной медицины. Медицинское обеспечение учебно-тренировочных занятий, УТС и соревнований. Система подготовки спортсмена включает спортивную тренировку, факторы, способствующие оптимизации тренировочного процесса, участие в соревнованиях. При этом комплексность может обеспечить рост спортивных результатов. Необходимо также учитывать состояние здоровья, возраста и полспортсмена. В последние годы особое внимание уделяется климатогеографическим факторам. Это среднегорье, зоны с высокой температурой и влажностью, временной пояс, которые существенно влияют на функциональное состояние и работоспособность спортсменов и их здоровье. В зависимости от условий проведения тренировок и функционального состояния спортсменов вносятся коррективы в питание, витаминизацию и физические средства реабилитации. Одним из важных факторов являются социально-бытовые условия на сборах, дома, на работе и так далее. Хороший психологический климат и высокая мотивация способствуют лучшей подготовке к соревнованиям, воспитанию морально-волевых качеств, профилактике неврозов, то есть это переутомление, перетренированность. В итоге к успешному выступлению на ответственных соревнованиях. Условия проживания спортсменов должны отвечать всем санитарно-гигиеническим требованиям. Это звукоизоляция, душ, ванна, телевизор и так далее. Один из сборов у спортсменов должен проводиться в такой же климатогеографической зоне, как и зона, где будут проходить соревнования. И желательно в конце этого сбора провести прикидку в то же время. Важным является апробирование снарядов и мест проведения соревнований. Беговая дорожка, покрытие в спортзале, снаряды для гимнастов и так далее. Важно знать влияние загрязнения воздуха на спортсменов в городе с неблагоприятными экологическими условиями. Это высокая солнечная радиация, пылевые бури, смог и так далее. Организация рационального питания спортсменов должна быть основана на эколого-гигиенических принципах. Врач команды должен проверять качество продуктов, место их производства, сроки хранения. Питьевой режим регулируется в зависимости от характера тренировок, пищи, климата, географические условия и так далее. Количество жидкости в норме 2-2,5 литра в сутки. Антидопинговый контроль и секс-контроль в спорте. Допингом называется вещество, временно усиливающее физическую и психологическую деятельность организма. Они запрещены к применению спортсменам во время соревнований. Их действие на организм индивидуально и зависит от вида спорта. Это также зависит от пола, состояния здоровья, функционального состояния, то есть тренированности, а также климатических условий. В настоящее время список запрещенных фармакологических препаратов, содержащих в положении комиссии МОК, состоит из более чем 10 тысяч различных лекарственных препаратов и их аналогов. Тренерам, спортсменам и спортивным врачам следует помнить, что каждый допинговый препарат может встречаться как в виде различных лекарственных форм, как одно вещество, так и в комплексе поливитаминных белковых углеводистых препаратов и так далее. В борьбе с допингом принимают участие также медицинские комиссии при ООН и ЕСКО, Европарламенте и другие международные организации. Медицинская комиссия МОК, допингу следующей группы фармакологических веществ. Это стимуляторы, наркотические вещества, анаболические вещества, диуретики, пептидные и глипопротеиновые гормоны. Запрещенные методы это ауто-гемотрансфузия, переливание собственной корови спортсмена за несколько дней до соревнования с целью повышения физической работоспособности, фармакологические, химические и физические манипуляции, использование веществ и методов, которые могут изменить состав мочи для проведения анализов. Антидопинговый контроль это определение в жидких биологических средах, это кровь, моча, также еще слюна. Наличие допинга. Наиболее часто исследуют мочу. Если робо положительно, то председатель медицинской комиссии МОК в письменном виде информировать представители соответствующей страны, то есть федерации. В случае подачи протеста проводится повторное исследование в нейтральной стране, имеющей полномочия признания МОК, в присутствии представителя медицинской комиссии МОК и представителя страны, у спортсмена которой обнаружен допинг. Решение соответствующих санкций дисквалификация спортсмена принимает судейская комиссия. Сроки дисквалификации зависят от применяемого препарата. Секс-контроль. Женщины-спортсменки, участвующие в Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, проходят контроль на половую принадлежность. Цель секс-контроля исключить участие в международных соревнованиях лиц с признаками гермафротидизма, у которых в организме помимо женских половых гормонов продуцируются и мужские. Гермафротидизм – это такое состояние, когда имеет разрыв между морфологическим типом человека и внешним видом его наружных и внутренних половых органов. Обычно различает истинный гермафротидизм, характеризующийся наличием в организме одновременно двух гонат различного типа. Это исключительно редкое явление. Ложный гермафротидизм встречается чаще, характеризуется несоответственным фенотипом и выявляется главным образом на уровне половых органов. Индивидуумы с признаками гермафротидизма имеют особое значение в спорте. Этот факт обусловлен их неординарными физическими возможностями. После положительного результата секс-контроля спортсменки выдают сертификат, который она предъявляет при участии во всех международных соревнованиях. Секс-контроль целеобразно проводить на ранних этапах занятия спортом. То есть, есть ли в юношеских командах во избежание психической травмы в результате отстранения от занятия спортом. Конец лекции номер три.